В СССР всё было отлично или всё было ужасно? Как мы жили в СССР? Мы жили отлично или мы жили очень бедно? Ветский спор. В СССР не было отлично и не было ужасно. Было что-то в середине. Начинаю с того, что некоторые люди говорят, что в СССР всё было ужасно. Почему они так думают? В чём их ошибка? Они молодые люди, они родились и выросли после СССР. Они никогда не жили в СССР и не видели, что там было. И не хотят услышать правду. Они жертвы националистической пропаганды. Поэтому они думают, что в СССР всё было ужасно. А в чём ошибка тех людей, которые думают, чтобы в СССР было отлично, что в СССР был раем. Эти пожилые люди, они жили в СССР и они никогда не были на загранице. Они не знают, даже не захотят, чтобы узнать, как жили и живёт люди в США, в Канаде, Австралии и так далее. Поэтому им кажется, что в СССР всё было отлично, потому что они не могут сравнивать. Если ты никогда не видел зарубежные машины, тебе будет казаться, что «Жигули» самая лучшая машина. Их вторая ошибка. Они сравнивают СССР нынешней жизни своей страны. Кроме прибалтийских стран, все страны бывшего соцлагеря, бывшего СССРа, начали жить очень бедно после Союза. Сейчас, например, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и в других странах живут на уровне африканских стран. Именно поэтому пенсионеры этих стран сравнивают свою жизнь с жизнью в Союзе и нынешней жизнью. Естественно, в СССР они жили хорошо. Поэтому они идеализируют СССР. Они думают, что в СССР всё было отлично. Но это неправильное сравнение. В СССР жили бедно, чем на Западе. В СССР жили очень плохо, чем в США или Канаде, или Австралии, или Германии. Третья ошибка – психологический трюк. Это ностальгия. Они идеализируют СССР, потому что они тогда были молоды, они тогда были здоровы, их родители были очень молодыми, их родители, их родни были живыми, поэтому они идеализируют СССР. Потому что воспоминание, ностальгия всегда сладкое. Вот так. Пишите в комментариях, что вы думаете про СССР. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok